Окаменелость ранних гоминид довольно редки, особенно их маленьких детей. В начале 2000-х годов в районе Дикика, долины реки Аваш в Эфиопии, были найдены останки маленькой девочки Афарского австралопитека возрастом при жизни около двух с половиной лет, названной Селам. Находки, включающие череп, фрагменты скелета и левой ступни, были датированы 3 миллионами 320 тысячами лет. Эти находки были сделаны всего в четырёх километрах от известной находки Афарского австралопитека Люси. Журналисты с радостью назвали находку дитя Люси, не сильно задумываясь над тем, что возраст самки Афарского австралопитека Люси более чем на 100 тысяч лет меньше Селам. Нога, череп и другие части скелета ребёнка австралопитека были включены в породу, а работы по подготовке находки длились до 2013 года. Сохранились стопа и почти все плюсневые кости, кроме первой, с минимальной эрозией. В более поздних гоминидах такие элементы зачастую отсутствуют, что мешает оценить морфологию и развитие прямохождения или бипедализма. Ступня всего 54,6 мм в длину. Однако информации об антогенезе получилось добыть достаточно, чтобы сделать определённые выводы. Лодыжка была похожа на человеческую, а пяточный бугор отличался большим размером, что позволяло рассеивать нагрузку. У обезьян пятка формируется с возрастом, а у людей она с рождения достаточно велика и антогенетически указывает на то, что люди уже рождаются с адаптивной к прямохождению пяткой. А вот у селам пятка была недостаточно велика, что характерно для юных обезьян. Но у взрослых австралопитеков пяточная кость уже приближается по размеру к человеческой, по площади поперечного сечения, что указывает на антогенез траектории роста пяточной кости у афарских австралопитеков. В процессе эволюции к прямохождению пришлось пожертвовать хватательной способностью ступни, о чём свидетельствует более вывернутый и сплющенный первый предплюсне-плюсневый сустав у людей в отличие от обезьян, а у селам элементы ступни занимают промежуточное положение между гориллами и людьми с аналогичным размером и возрастом. А вот у взрослых австралопитеков многие элементы ближе к человеку. Также, несмотря на то, что строение ступни для хватательной способности у афарских австралопитеков была более выражена, чем у людей, по сравнению с ордипитеками была уже менее приспособленной. Но у детей афарского австралопитека эта способность была более развита, чем у взрослых, что может свидетельствовать, что они держались за своих родителей во время их кормления на деревьях. Также вполне вероятно, что и спать на дереве было более безопасно, чем на земле. Помимо этого, в строении стоп было отмечено, что у австралопитеков они были более жесткими и угол таранно-пяточного сустава отличался от человеческого. А вот арочная конструкция свода ступни у селам присутствует, но слабо развита. Эта особенность очень полезна для генерации упругой энергии во время толчка или бега, но у афарских австралопитеков была ещё не развита. В новой работе антропологи из США ещё много приводят доводов и анатомических сравнений, но в целом нога ребёнка из ди-тика демонстрирует элементы, ранее неизвестные для австралопитеков и позволяет впервые изучить антогенез у вымерших гоминидов. Селам по размерам была похожа на шимпанзе того же возраста и скорее всего также зависела от родителей и перемещалась на них, ухватившись передними и задними конечностями. В этом ей помогали ноги, сохранившие в юном возрасте хватательную способность, которые с возрастом превращались в более жёсткую ступню, с пяткой способной распределять нагрузку при обычной ходьбе. В общем останки селам добавляют новые перспективы к палеобиологии ранее найденных видов, особенно в отношении раннего прямохождения. Теория эволюции предсказывает, что отбор должен действовать более решительно на детях, а эволюционный отбор признаков связанных с хватательной способностью ступней у детей австралопитеков в контексте с передвижением по деревьям может предложить новую причину для сохранения обезьяноподобных признаков в начинающих движения по земле древних гоминид. На этом благодарю за внимание, не забывайте оставлять комментарии и подписываться на канал.